друзья всем привет я сейчас нахожусь в солнечной барселоне и как любой уважающий себя турист я составила чек-лист всех достопримечательностей которые я хочу посетить и предлагаю вам отправиться вместе со мной погнали ах да первое место откуда мы начинаем нашу съемку это гора тибидаба я сейчас окажусь вон там я сейчас нахожусь на красной ветке л-4 по идее надо доехать до пересадки с коричневой веткой л-5 станция каталуния дальше до конечной по моему это там нарисован конкулёрчик на мапе вот я надеюсь что это действительно до станции потому что гугл карты не показывают эту маршруту вон она стоит аш Я не понимаю, это как будто бы какой-то поезд, непригодная электричка, потому что, чтобы пересесть на коричневую ветку, поэтому надо было выйти из метро и заново зайти и пробить деревья. Так, теперь гугл-карты предлагают либо пересесть на автобус, либо мы можем пройти пешочком 1,2 километра. Скорее всего, будет вторая опция. От метро 1,2 километра я решила все-таки, нужно пройти пешком. Зачем отказывать себе в удовольствие наслаждаться прогулкой по Барселоне? На автобусе ничего не успеваешь посмотреть толком, приезжаешь от точки до точки, а здесь мы вот идем и гугл-карты красивым видом на холм, видно телебашню и потихонечку идем к фуникулерчику. Сейчас мы попадем на фуникулерчики по дорожке вот туда. Билет на фуникулерчик чисто на подъем и спуск 12 евро. Хотя без разницы, вы наверх только покупаете или наверх и вниз, цена такая же. Едет наш поезд, а я сейчас буду прикладывать билетик и проходить. Поехали. Раз. Оп. Пройдено. Такое дело по прогулу. Никто больше не поедет, никого нет, пустая станция. Мы поехали. И зашли еще одни ребята в соседний вагон и все, весь вагон просто пустой. Мы одни в целом в вагоне. Сейчас буду снимать классные видео. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, в чем смысл этого колеса обозрения. Оно очень маленькое. И у вас тут и так вид, как говорится, на весь город. Красиво. Очень красиво. Место для пикника. И вот там дальше буду тоже. Ой, как-то здесь много места для пикника. Можно купить воду, напитки какие-то. Какая красота. Вау. Просто вау. Завершает гору Тибидаба храм Святого Сердца, возвышающийся на высоте 512 метров над уровнем моря. Он является символом и завершающим элементом этого прекрасного природного места. Необычно еще то, что этот храм видно практически с любой точки Барселоны. И тем более интересно сюда попасть. Как всегда, в храмах есть инфолистовки с описанием места. И, к удивлению, нашлась даже на русском языке. В соборе можно подняться на самую верхушку по ступенечкам. Правда, вот до сюда вас довезет лифт за 5 евро. С нижнего этажа мы сейчас уже вот сюда поднялись, на середину. Работаю с 10.30 до 7. Самое потрясающее – это виды, которые открываются с вершинной горы Тибидабы. Они простираются далеко за храмом, позволяя насладиться захватывающими видами на город, окружающие горы и синее Средиземное море. Хотите прикол? Вон там вот за мной, вон, телевизионная башня. Она же, по сути, должна и раздавать интернет, или я ошибаюсь? Но мы идем, а интернета нету. В какой-то момент он показывает, что вообще нету сети. А в какой-то момент он показывает – все, все палки есть, там 3G, 5G. Но интернет не раздается. Странички не открываются, гугл-карты, маршруты не прогружают, и ничего не работает. Это вообще как? Алё, можно интернет нормальный, пожалуйста, в 21 веке? Спасибо. Ну что, я отмечаю свою первую галочку в списке туристических достопримечательностей Барселоны, и мы отправляемся на вторую точку. Погнали! И следующая наша локация – это парк Гуэль. Парк Гуэль считается местом, где искусство и природа соединяются в гармонии, создавая волшебную атмосферу. Работал над созданием парка известный испанский архитектор Антонио Гауди. Его проектом также является храм Святого Семейства, но об этом чуть-чуть попозже. Сегодня парк Гуэль является одним из самых популярных туристических мест в Барселоне. Если спросить кого-нибудь об ассоциациях с Барселоной, то, скорее всего, все вспомнят картинки с оградой и мозаикой как раз из этого парка. Но так было не всегда. Можно сказать, что в свое время парк был довольно провальным проектом, который не достроили и который не достиг своих коммерческих целей. Парк Гуэль был задуман как частная резиденция. На 15 гектарах земли должны были разместиться 62 участка под строительство частных особняков. Но в итоге низкий спрос на жилье, пустынная местность, удаленность от центра города привели к тому, что проект не был завершен в исходной форме. Тем не менее, сам Гауди продолжал работать над парком и даже сам жил в нем некоторое время. Сегодня парк Гауди, несмотря на свою неоконченность, является значимым архитектурным и культурным объектом, который привлекает тысячи туристов со всего мира, став символом барселонской архитектуры и гордостью города. В свою очередь, популярно у этого парка делать его, мягко сказать, довольно оживленным местом. Так, даже в начале туристического сезона уже приходилось ждать в очереди, чтобы подобраться поближе к позаичным местам с красивыми панорамами. Хотя, я бы сказала, что время, проведенное на этих самых сконцентрированных туристами фотоспотах, несравнимо мало, чем время, проведенное на прогулке по всему парку. Поэтому общее впечатление остается все равно хорошее. Ну что, можно ставить галочку на фоне парка Гуэль и перемещаемся в следующую локацию. Ребят, а где же это мы? Да это же музей Пикассо! У Пабло было 11 лет, когда он написал эту картину. А как рисовали вы в 11 лет? В 14 лет скилл немного улучился. Ну вот, собственно, в 15 лет стало уже все понятно. Кажется, да, человечек умеет рисовать. И вот, когда ты уже научился рисовать, можешь снова разучиваться и рисовать потом вот так вот, и это становится хитом сезона. И вот, вроде бы, музей, да, надо быть серьезной. Я не могу, я хожу, угораю, просто посмотрите на эти лица. Когда надоело раскрашивать, и ты такой, да ну, все, хватит, пойду новое рисовать. Все, просмотр коллекции закончен. На самом деле, я ожидала, что она будет как-то побольше и настраивалась на то, что придется в музее находиться подольше. Но очень быстро мы ее прошли, посмотрели все работы, которые там представлены, и выдвигаемся на следующую локацию. Готовы? Погнали! Ой, ребят, кажется, я напортачилась телепортом и тэпнула вас за Барселону. Ну, ничего, я вас сейчас верну, но перед этим скажу маленький спойлер. И в этом месте, за Барселоной я летаю. Если вам интересно, переходите по ссылочке, смотрите это новое видео, а я возвращаю вас в Барселону. Погнали! Следующая точка – площадь Испании. Площадь Испании просто огромное, впечатляющее своими масштабами место. Это вторая по размеру площадь в всей Испании. Едерство только у площади Испании в Мадриде. Самое впечатляющее на площади Испании – это здание, окружающий периметр, и, я так предполагаю, фонтан, который должен добавлять норматичности этому месту, но в марте он еще не работал. Здесь лестница, и люди стоят, фотографируют, видно площадь. И когда поднимаешься, получается, ты выходишь на людей, которые тебя снимают, чувствуешь себя селебрити какой-то, который снимает тысяча камер. Площадь реально огромная. Тут даже на самый верх ведут эскалаторы вниз и вверх. Показалось все на ворот, но не важно. Когда вы последний раз видели эскалаторы на площади? КОНЕЦ КОНЕЦ Тем временем мы плавно завершили посиделки у Национального музея искусств Каталонии, вышли с его территории и оказались в Олимпийском парке Барселоны, где проводились летние Олимпийские игры 1992 года. Все олимпийские объекты активно используются не только для проведения международных соревнований, они также предназначены для постоянных тренировок своих спортсменов, а также для индивидуального посещения местными жителями. На этом маленьком пачке мы насчитали как минимум 20 собак, а сколько насчитаете вы? Место не веет еще одной туристической точкой, где все только делают, что снимают себя на фоне какого-то объекта. Наоборот, замечена обычная местная городская движуха, владельцы собак выгуливают своих питомцев, дети пришли отыгрывать свои матчи по футболу, рейкби, бейсболу, парочки пришли на свидания, заряженные на спорт местные, на пробежки, да и просто любители пеших прогулок наслаждаются временем в парке. Ну что, я ставлю галочку на горе Монджиик, мы посмотрели площадь Испании, Олимпийский комплекс, и отправляемся на следующую локацию. И еще одна точка, это стадион Камп Ноу, ну конечно же, как же приехать в Барселону и не посетить футбольный матч в Барселоне. Подробнее вы можете посмотреть об этом, у меня отдельный выпуск, а я перемещаю вас на следующую локацию. И следующая локация, это собор Саграда Фамилия, это самая известная достопримечательность Барселоны. Считай, не был у Саграда, не был в Барселоне. А фишка собора скорее не его величественность и уникальность, хотя и это тоже, а то, что он еще не закончен. Вы вот в прямом эфире можете наблюдать, как при вас достраивается собор Саграда де Фамилия. Поехал кусочек на свое место. Чтобы попасть внутрь, придется пройти контроль, как в аэропорту самолетом. Все серьезно. Входной билет, кстати, стоил 24 евро. Это без аудиогида, без экскурсовода, без подъема на башне, это просто вход. Такой билет, да и любой другой, можно купить онлайн, чтобы не стоять в очереди в кассу. Даже не обязательно делать это заранее. На входе будет QR-код, который кинет вас на сайт для покупки. Постройка, несомненно, величественная, с красивой и необычной архитектурой, которой хочется рассматривать в деталях. Но есть и обратная сторона этой красоты. Это, конечно же, огромный поток туристов. Смотришь наверх – красота. Смотришь вниз – суета, движуха, фотосъемки, непокращаемый поток посетителей. Поэтому место воспринимается впечатляющим, интересным, но точно не храмом, где люди обычно ищут ощущение спокойствия и умиротворения. Здесь такая интересная стена, точнее стена – дверь. Она мне напоминает дверь в каких-то вот таких играх, знаете, где квесты, прохождения. Здесь нужно что-то найти, нажать, какие-то символы специальные. Вообще, такая необычная. Ставим галочку напротив собора с оградой до фамилии и отправляемся дальше. И еще одна локация – это католический кафедральный собор Барселоны. Ну что, еще один собор Барселоны. По традиции берем билетики по QR-коду на входе и вперед. Вот здесь-то уже ощущения совсем другие. Покой, мистика, он мрачнее, темнее, такая прям готика-готика. Здесь также есть туристы, но их гораздо меньше, поэтому нет ощущения проходного двора. А еще здесь можно подняться наверх и погулять по крыше собора. На самом верху поднимет лифт. Ну, как сказать, почти на самом верху, пару пролетов пройти на такой вот замечательной, надежной конструкции. Это должно было стать еще одно место с красивой фоточкой на крыше, но, увы, облом. Башня нагодится на реконструкции, и вот эта панорама и перспектива, где она должна быть на фоне, К сожалению, красивой не получится, потому что она заклеена ширмами для стройки. На видео я все-таки открышу. Практически не отличить от настоящей. Но все-таки видно, в чем подвал. С крыши открывается панорама на город практически во все стороны, и находиться можно там сколько угодно, любой из пейзажей. Смотрите, кто прилетел. Я иду его спугивать. Нет, конечно же, просто снимать для ксесевого кадра. Красотенечка. Какой он большой! Ты откуда такой упитанный? Так, ребят, он позвал своего друга. Сейчас это будет туса. Че говоришь? Сколько-сколько тебе лет? Три года? Это ты уже такой взрослый? А че добился? Семья, дети есть. Карьера как? Нормально? Ты планируешь отдыхать? Полетишь в Италию? Там все ваши тусуют. Понятно. В Хорватию нет планов залететь? Ну ок. Ага, хорошо беседа идет. Спустившись с крыши, попадаем во внутренний дворик кафедрального собора. Небольшой садик, гуси, фонтан. Очень красиво и умиротворенно. Кстати, гуси здесь живут не просто так. Их 13. И они, живая память о маленькой, 13-летней девушке Ивлалии, которая за свою веру в Христа потерпела 13 смертных мук за каждый год своей жизни. Ведь в то время считалось, что если ты не поклоняешься римским богам, оскорбляешь самого императора. Ну что, я поставила последнюю галочку в своем списке. И на этом прекрасном фоне, на фоне моего нового друга Чайки по имени Джонатан Левингтон, я буду заканчивать это видео из Барселоны. Да, я знаю, что я не посетила еще кучу мест, которые популярные, красивые, и их стоит обязательно посетить. Но этого не сделать во всю поездку. Ну, а если сделать, то каким-то другим способом, не наслаждаясь так долго на каждой локации. Это будет прекрасный повод, чтобы вернуться в этот город когда-нибудь еще разочек. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте пальчик вверх, потому что это наверняка займет у меня вечность, чтобы отредактировать. Ну и все, увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok